Внимание! В Ярославле пропал ребенок. Накануне вечером 10-летний Гена Холенков ушел из дома в Заводском районе Ярославля. Последний раз мальчика видели сегодня, около 8 часов утра, неподалеку от школы номер 50. Однако домой он пока так и не пришел. Ребенок был одет в серый спортивный костюм на молнии с голубыми вставками на груди. Серые кроссовки при себе имел рюкзак синего цвета. Особые приметы. Мальчик не выговаривает буквы Ча и Ща, имеет шрам возле правой брови, верхние зубы неровные. Всем, кто располагает информацию о местонахождении Гена Холенкова или видел его, просьба сообщить по телефону, указанному на экране. Несчастный случай в Ярославле. Накануне вечером в одном из офисов, находящихся в доме номер один по улице Терешковой, отравился четырехлетний мальчик. Установлено, что в подвальное помещение ребенок пришел с мамой, которая работала в организации бухгалтером. Мама отвлеклась, а малыш залез в шкаф, нашел там бутылочку с прозрачной жидкостью и выпил ее. Не дождавшись кареты скорой помощи, женщина самостоятельно довезла ребенка до больницы имени Соловьева. Несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, спустя час мальчик скончался. По данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что вечером 13 мая ребенок, находясь вместе с матерью в ее рабочем кабинете, нашел в шкафу бутылку с неизвестной химической жидкостью, предположительно растворителем, и выпил содержимое. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пережила войну, чтобы погибнуть от рук преступника. Хладнокровное убийство 80-летней пенсионерки всколыхнуло мирную жизнь поселка Кубринск Переславского района. Незваный гость сначала ударил старушку ножницами, а после и вовсе сжег квартиру. С места происшествия Вагиза Гидулин. У дома 13 в строительном переулке поселка Кубринск сегодня многолюдно. С утра здесь ведутся следственные действия. Сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в районе 5 часов. Прибывшие на место спасатели с огнем справились быстро. Увы, без жертв не обошлось. 80-летняя хозяйка квартира погибла. Уже позже выяснится, что старушку убили до пожара. По данным следствия, сегодня утром подозреваемый, находясь в поселке Кубринск Переславского района, пришел к своей 80-летней знакомой и попросил у нее денег в долг. Получив отказ, мужчина нанес ей удар ножницами в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый произвел поджог квартиры. Местные жители от такой новости в шоке. Соседи говорят, у погибшей и брать-то было нечего. Подозреваемым оказался 22-летний житель Переславля. В настоящее время он задержан и уже дает признательные показания. Однако жителей поселка это не успокаивает. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого. В случае доказательства вины 22-летний молодой человек может угодить в тюрьму на 10 лет. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях. Переславский район. В полиции Рыбинска бьют тревогу. С начала месяца в городе участились случаи обмана пенсионеров. Только за прошедшие две недели возбуждено 4 уголовных дела. Мошенники представляются социальными работниками или представителями газовой службы. Приходят домой к пожилым людям и уносят крупные суммы денег. В последнем случае у ветерана войны и труда молодая женщина украла 40 тысяч рублей. А буквально за несколько дней до этого полиция задержала молодых людей, которые похитили у пенсионерки 65 тысяч. Схемы мошенников стандартные. Я его попила немножко и сюда. А я пока вставала с такими-то ногами. Встала, иду, а она уже исполнена отсюда. А деньги-то она видела, куда я клала-то. К ней приходили двое молодых людей, которые предложили купить у них различную бытовую технику. И пенсионерка решила приобрести массажер. Полиция на страже детства. Акция с таким названием стартует 17 мая по всей России. В рамках нее в областном управлении МВД заработает детский телефон доверия. При звонке на номер 79 52 00 дети и их родители смогут конфиденциально получить ответы на вопросы, касающиеся защиты прав и интересов детей. На телефоне будут дежурить сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, психологи и представители власти. Итак, свои вопросы вы сможете задать в субботу 17 мая с 10 до 16 часов. И напоследок хозяева просят помощи в поиске своего домашнего питомца. В Некрасовском районе около деревни Лихобразово и окрестных деревень пропал полугодовалый щенок ростом чуть ниже колена. Отзывается на кличку Арчи. Собака сбежала во время прогулки вместе с трехметровым поводком цвета хаки. Телефон 904 903.